Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам батон, то есть в интернете шухер такой идет, какие-то чиновницы в Керчи все в дорогих шубах приперлись к бабушкам-блокадницам и дарили всем батон. Ну а вместе с батоном, конечно, медаль какую-то юбилейную, представляете, юбилейную медаль и батон, но не сильно раскошелились. Я понимаю, откуда взяли эту традицию, то есть они скопировали еврейскую традицию по поводу мацы, но понимаете, в чем разница? У евреев почему они так трепетно относятся к этому продукту, потому что с религиозной точки зрения им дал это Бог, то есть повелел эту мацу кушать и вспоминать, как они из Египта выходили и прочее, прочее, прочее. А этим-то зачем этот хлеб? Они что там белый хлеб ели или они там мечтали о белом хлебе или еще что-то, какая связь, ничего. Понятно, что это абсолютно тупые тетки, да, вот это власть слабоумных, понимаете? Причем состоящие из слабоумных и командующие слабоумными, это потрясающе. Но когда еще умные люди слабоумными командуют, ладно, а это как если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Если слабоумный ведет слабоумного, оба провалятся, блядь, в канализацию. Вот так можно это интерпретировать. Так что Путин, конечно, царь дураков, это безусловно. Причем эти дураки на всех уровнях и те, кто его поддерживает, его там групп поддержки и ниже тоже и так далее. То есть иначе бы это не происходило. Вот этот шабаш, он бы не был такой бесконечный, когда приносят бабушкам-блокадницам батон и медаль, бля, жуть, конечно. Но если бы у этих бабушек было все, вот представьте, вот все вообще там, ну хотя бы как там у бабушек в Англии, там у бабушек во Франции, в Германии. Ну пусть там не все, но много. Ну можно было бы принести батон, сказать, вот вы голодали, это вам в памяти об этом. Ну и то могли бы они как-то там придумать при этих условиях какой-нибудь там черный хлеб, черствый там, я не знаю какой. Хотя это уже маразм, да, здесь принесли батон там за сколько копейки-то и говорят, вот мы вам подарочек принесли, списали на это мероприятие, я не знаю сколько.